Эксцентриссимо Представьте, зима, мороз, бездомные мерзнут, ютятся у теплотрассы и ищут ночлег в здании вокзала. А рядом спальные мешки раскладывают Леонид Слуцкий, Ирина Яровая, Наталья Поклонская. Они тоже возле зала ожидания будут спать. Нет, такое даже присниться не может. А в Париже это стало реальностью. Три десятка депутатов из солидарности с бездомными ночевали на вокзале в мороз. Они хотят, чтобы государство таким людям больше денег давало. Не депутатам, конечно, а бездомным. Чтобы они зимой не замерзали насмерть. В прошлом году 500 человек так Франция потеряла. Российские депутаты себе не враги. В спальном мешке даже в каком-нибудь теплом коридоре в Кремле спать не лягут. Зачем? Когда есть казенные квартиры в элитном квартале Москвы. Чтобы стать их соседом, нужно всего ничего, миллионов 30 рублей. Тогда можно получить однокомнатную студию площадью 62 квадрата. А депутатам они достаются бесплатно. И там, в теплых постелях, под охраной, в сладких снах, они могут увидеть непонятных французских коллег на вокзале в шапке с бесплатной кашей из ночлежки. Увидеть и перевернуться на другой бок. Эксцентриссимо.